Это действительно средство массовой информации. Во-первых, спасибо за тот интерес, который вы проявили к сегодняшней пресс-конференции на тему новой повышения цен, новые протесты. Вы наверняка знаете, что буквально на днях Ассоциация профильная хлебопекарей заявила о том, что с завтрашнего дня, с 15 августа, в среднем на 15% вырастут цены по всей стране на хлебобулочные изделия. И это все, этот рост, именно в первую очередь ростом цен на муку, в том числе ростом цен на энергоносители, на электроэнергию и природный газ. Мы считаем, я в данном случае сейчас говорю от имени партии Наш Дом Молдова, Красный Блок, мы считаем, что рост цен на ключные изделия это лишь первая ласточка. И в дальнейшем последует рост цен на другие продукты, продукты в первую очередь первой необходимости, а также на воду, на электротранспорт, на другие услуги. И все это, мы не будем переставать об этом говорить, и все это результат и следствие воровства того миллиарда евро, который был выведен из банковской системы страны в ноябре прошлого года, из трех банков. В результате чего национальная валюта Молдавской леи обесценилась, и фактически все те граждане, у кого доходы сегодня в Молдавских леях, а также сбережения стали беднее на 20-25%, все в одночасье. И сегодня это в том числе и рост цен на ключные изделия является результатом этой грабительской антинародной политики режима, который целенаправленно фактически уничтожает собственный народ. Потому что все это ударит, вся эта волна роста цен ударит в первую очередь по малобеспеченным категориям населения, по пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, по безработным, тем, у кого нет возможности сегодня оплачивать даже существующие тарифы и цены на продукты первой необходимости. Мы неоднократно уже заявляли, и в ходе протестов, которые проводились в том числе на Усток, вы знаете, в Городке Свободы перед домом олигархов Лохотнюка, что повышение цен тарифов на электроэнергию и природный газ абсолютно необоснованно. Если говорить о природном газе, то мы знаем, что закупочная цена на природный газ из России за последние месяцы, кварталы, постоянно снижалась. И фактически текущая цена на 25-30% ниже, чем закупочная цена была в прошлом году на природный газ. А Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение повысить цену для конечных потребителей на 15%. Мы также знаем, что и говорили об этом неоднократно, что тарифы на электроэнергию, их рост абсолютно необоснован экономически. И те заявления, которые делались со стороны дистрибьюторов электроэнергию, о том, что они несут убытки, абсолютно не соответствуют действительности. Я могу вам привести пример красноречивой газ-натурал-финоса. Это уже публиковалось в СМИ, но все равно стоит об этом напомнить. На официальном сайте компании-владельца Юнион-финоса в Молдове, испанской компании ГАЗ-натурал-финоса, опубликован отчет о деятельности ее компании «Дочек» и в целом компании за первые полугодия 2015 года, где на 18-й странице этого отчета есть информация в пункте 4.2.2 о Молдове и о результатах деятельности за первые полугодия компании ГАЗ-натурал-финоса в Молдове. Так вот, за первые полугодия ГАЗ-натурал-финоса получил операционную прибыль 15 миллионов евро. 15 миллионов евро – официальная информация, а не убытки. При общих продажах 129 миллионов евро за первые полугодия – это ГАЗ-натурал-финоса. Поэтому приводить этот аргумент, что финоса несет убытки – абсолютная ложь. Вообще, нужно разобраться, откуда такие сумасшедшие прибыли, какая заложена ретабельность в этих тарифах. Но я думаю, что этим должны заниматься как раз специалисты и Национальный агентство регулирования в энергетике. И за всеми этими повышениями цен, как мы уже неоднократно в этом говорили, стоят структуры олигархов, в частности Плохотнюка. До сих пор существуют посредники между производителями и дистрибьюторами электроэнергии. И до сих пор часть сумм, которые включены в тарифы, уходят просто в офшор. В Белиз, в Гонконг и так далее. На офшорные компании, на офшорные счета. Поэтому сегодня рост цен на продукты питания, на хлеб, в дальнейшем на другие продукты первой необходимости – это результат той грабительской политики Плохотнюка, олигарха, который сегодня контролирует все стране. Он опять же продолжает богатеть на обнищание людей, на обнищание народа. И этому надо положить конец. Один раз и навсегда ударить по рукам этому негодяю, по-другому его нельзя назвать. Который, используя свою каракатицу, которую он создал в государственных структурах, захватив целый ряд госучреждений, сегодня извлекает из страны баснословные прибыли. За счет, еще раз повторюсь, обнищания граждан самых малообеспеченных своих населений. Мы, в связи со всем этим, требуем следующее. Первое. Сурочного созвала заседание на РЭП и пересмотр новых тарифов на электроэнергию и природный газ. Вы видели, что после акций протестов кое-кто во власти зашевелился. Они даже обсуждали эту ситуацию на так называемом совбезе. И якобы отправили на РЭП какие-то там рекомендации, они пересмотрят тарифы. Так вот, время идет, время тикает, уже повышаются цены на продукты питания из-за этого. А на РЭП не шевелится. Либо совбез у нас, так называемый, клоунский, да, либо на РЭП уже слишком много на себя берет. Но мы требуем срочного заседания на РЭП и требуем отмены новых тарифов, так как они являются просто необоснованными с экономической точки зрения и грабительской. Второе. Мы требуем срочного созвала внеочередного заседания правительства и парламента. С единственным вопросом в повестке дня о неотложных мерах по противодействию роста тарифов на энергоресурсы и цен на товары первой необходимости. Я думаю, что все депутаты должны прекратить прервать свой отпуск, вернуться из своих баденов в Майами, или там что, в Мальдив, где они там греют свои пузыри, и вернуться в Кишинев на заседание парламента для принятия срочных мер по предотвращению роста цен на энергоносители, а также цен на товары первой необходимости. Потому что сегодня, то есть уже завтрашние дня, эти цены вырастут. Они растут каждый день. Мы требуем также установления моратория на рост цен на товары первой необходимости, пока не будут приняты соответствующие меры по компенсации, по выделению адресных компенсаций для малоимущих категорий граждан, в первую очередь, опять же повторюсь, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Возможно, возможно, изыскать средства для подобного рода мер, и я вас уверяю, что эти средства не такие уж и большие, особенно если в сравнении с тем миллиардом украденом, который был украден в прошлом году. Более того, целый ряд предприятий, такие как Фрэнзи Луцца, я думаю, что должны увеличить производство социального хлеба, пересмотреть цены на именно вот этот хлеб. Потому что это касается непосредственно жизни тысяч людей, тысяч людей, в первую очередь, приклонного возраста. И это абсолютно не шутки. В этой связи мы продолжаем наши акции протеста. Эти акции протеста перемещаются в районы. Вы видите, что уже были целый ряд мероприятий, протестных действий по республике. В ближайшее время их будет еще больше. Мы будем поддерживать и присоединяться к различным инициативным группам, которые поднимают людей против действующей власти, против этого режима, против олигархов, против Плохотнюга. В частности, как главаря этой мафии во главе страны. Завтра мы присоединимся к гражданскому протесту, который будет проходить в столице ВГУской автономии, в Камраде. Также хотели бы пригласить и средства массовой информации, потому что на прошлом протесте в Чадермунге практически средства массовой информации отсутствуют. А людей вышло очень много. И люди, было очень много эмоциональных преступлений, абсолютно справедливых по содержанию, толковых. Поэтому протестную волну нужно поднимать только так, только через протесты, только через массовые антирежимы, через массовые антирежимы протесты. Можно добиться многого. И можно добиться отмены тарифов. Можно добиться смены этого режима. Также я бы хотел в завершении пресс-конференции сегодняшней показать вам решение Высшей судебной палаты, которое было опубликовано на сайте ВСП, решение 12 августа, согласно которому нам отказали в нашей апелляции относительно проведения мирного протеста на улице Болгарской 41 перед домом олигарха-пуховника. Фактически Высшая судебная палата оставила в силу решение апелляционной палаты. И это решение окончательное, в жалобе, не подлежит. Ну, естественно, понимаете, что речь идет о нарушении конституционных прав и свободы граждан, свободу слова, свободу собраний, права протестовать. Для нас неудивительно, что для Плоткопинга закон не писан в нашей стране, поэтому появляется подобное новородное решение. Мы собираемся обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. И уже существует немало прецедентов, аналогичных, когда по похожим делам Европейский суд по правам человека выносил решение не в пользу государства. Но сегодня, я думаю, что стоит упомянуть фамилии и имена тех, кто принимал участие в этой операции заказной, политической, по заказу режима, по заказу власти, кто запретил мирный протест, кто санкционировал снос палаточного городка перед домом олигарха Плоткопинга. Эти люди, когда принимали это решение, судьи, я имею в виду, знали прекрасно, на что они идут, знали, что это дело будет проигранное в Европейском суде по правам человека, и что для них могут быть последствия. Но я думаю, что вся страна должна знать эти фамилии. Это судья Василиса Мунтиан, первой инстанции суд сектора Буйкана. Это судьи апелляционной палаты Будей, Минчуна, Муруяна. И это судьи высшей судебной палаты Юлия Сырку, Иоанн Королевский, Юлиана Обря. Вот это имена тех, кто пошел против Конституции, против гражданских прав и свобод, кто выступил и санкционировал снос, силовой снос палаточного городка Свободы перед окнами олигарха Плоткопинга. Это фамилии, имена исполнителей, пешек этого режима, те, кто служит этому режиму, и те, кто готов идти против собственного народа, и готов принимать любые решения по заказу олигарха Плоткопинга. Я думаю, что мы об этих фамилиях еще будем не раз говорить, об этих людях еще будем не раз вспоминать. Но все их родные, близкие, знакомые должны знать, что они творят. Так, чтобы им было стыдно смотреть в глаза люди, когда они идут в улицу. Потому что мирный протест на болгарской 41 был против повышения цен тарифов на электроэнергию и природный газ. Против тех, кто стоит за этим повышением тарифов. И принятие подобного рода решений судами это абсолютно антинародная и антиконституционная мера. Спасибо за внимание. Это все, что я хотел сегодня сказать на пресс-конференции. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... анти-популярия на энергия электричная и газа натуральная. Мы считаем, что, индивидуально, дивизионные наши политические, а все, сегодня мы имеем в виду у нас есть одна проблема. И эта проблема называется «Олигархат», который уничтожил всю страну и который, сегодня, увеличивает дивиденды из тех, которые жители становятся все более слабые. И они увеличивают и становятся еще более богаты из-за народа которые, в частности, рады, но эта рэбдация уже уже уничтожила. И я думаю, мы должны уничтожить то, все группы, которые организуют протесты, все платформы, и так далее, чтобы мы поставим этот режим криминал и бандит. Продолжение следует... Продолжение следует... «Олигархат» Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова